Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кого вы сводите с ума? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, вот у некоторых из вас проигрывается, что вы либо же сейчас находитесь в таком вот упадническом настроении, либо же этот период уже так немного позади у вас остался. Все из-за женщины. Женщина, которая далеко от вас сейчас, с которой вы уже не вместе, но которая ну так хорошо вас помучила, нервы потрепала. У некоторых может проигрываться, что женщина либо же хотела, либо же реально у вас могла отобрать, отсудить какую-то вот большую сумму денег, либо больше, чем надо. Могла претендовать на дележку машин, квартир, но не очень справедливо претендовать. Это женщина, которая очень сильно любит деньги. Женщина очень материально ориентированная. Вы знаете, вот вы ее всю жизнь, ну по крайней мере пока вы с ней были, вот вы ее осыпали деньгами, подарками, любовью, заботой, да? Вы ее сами избаловали. Вот вы взрастили вот этого вот, ну демона такого ходячего, грубо говоря, который впоследствии начал вас мучить. Мучить и в прямом, и в переносном смысле, да? Ведь душевное состояние — это очень важное состояние. А она реально вас мучила, потому что вам все больше было некомфортно с этой женщиной. Отголоски до сих пор у вас остались от нее. Грусть, печаль, тоска — такое состояние, знаете, когда какой-то вот упадок сил просто. Вот вроде бы и разошлись, да, вроде бы и все закончилось, особо нервы мотать некому. Но может проигрываться, что эта женщина до сих пор не дает вам покоя по тем или иным вопросам. Это могут быть разводы, дети, алименты, вот эти все дележки, еще какие-то претензии. То есть она сейчас может вас как-то вот задалбывать, грубо говоря, да, вот доставать. Поэтому вот как-то и в новую жизнь вы пока особо не торопитесь. Я не вижу у вас новых отношений, стабильных, я имею в виду, отношений. Я не вижу особой радости в вашей жизни. Ну как-то вот жизнь протекает, так знаете, но без особых эмоций. Ну штиль полный. Вот нет того драйва, нет тех чувств, адреналина какого-то, да. Вот такой вот штиль и негативные мысли. Ну по большей степени негативные. Так. Давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Кого же вы там сводите с ума? Знаете, вы женщинам нравитесь. Вы вообще нравитесь женщинам. Даже вот если кто-то из вас считает себя, ну самым обычным, да, не считаете, что вы там такой раскрасавец. Но опять же я вам говорю, что женщины чувствуют именно мужскую силу. Не то, что там внешность. Да, внешность, широкие плечи, высокий рост, это всё хорошо. Но особая какая-то энергетика, это может быть даже тембр голоса, да, вот когда низкий такой вот голос, это очень завораживает женщин. Это на уровне просто вот флюида в энергетике женщины чувствуют. То есть вы нравитесь. Даже если вы в чём-то комплексуете. Если вы не очень уверены в себе. Скорее всего, я так подозреваю, что не очень уверены в себе, потому что ваша вот бывшая прежняя красотка, так называемая, я думаю, она много чего вам сделала и наговорила, чтобы вас и унизить, и в чём-то загнобить, и опустить, да. Вот всё равно это очень бьёт по самооценке любого мужчины. От этого никуда не денешься. Вы женщинам нравитесь. Может даже проигрываться, что периодически вам строят глазки, флиртуют, да, вот это может быть и на работе, и вообще где-то, и соседки, и в компаниях, ну, где угодно. То есть другое дело, что вы не особо на это внимание обращаете, потому что настроение и состояние немножечко у вас не то. Так, какая же женщина всё-таки к нам пришла? Потому что вот вы нравитесь, вот я это вижу, вы нравитесь, но вы как будто, знаете, вот на себе крест поставили. Вот настолько вы, ну вот да, вы сейчас вот в состоянии какого-то отшельника, добровольное такое отшельничество. Вот именно после вашего расставания, скорее всего, у вас измена предательства, вот проигрывается то, что я вижу. И сейчас вот этот сильный мужчина, которым вы являетесь, вы стали немного вот, ну, поникшим, что ли, да, вот утерян смысл жизни. Нет рядом любимой женщины, нет новой половинки, ну, не для кого жить просто. Вот не для кого. Для вас очень важно в кого-то вкладываться. Вот вы такой человек, вам нужно вот деньги вкладывать, да. Вы и умеете зарабатывать, и умеете вот и дарить, и делать какие-то сюрпризы, подарки. Поэтому вот женщины вроде бы вот, как вот эти коршуны, да, летают вокруг вас, а приручить вас не могут, потому что настрой у вас, ну, совершенно такой негулятельный, скажем, да. Так, где же наша женщина? Всё-таки давайте, есть она или нет, кого вы сводите с ума, потому что многим вы, в принципе, нравитесь. Но есть ли та единственная, кому же вы всё-таки нравитесь, кого же вы сводите с ума? Эта женщина, она сейчас, знаете, она держится в стороне, что ли. Вот она с вами знакома, вот знакома. Но она держится в стороне. Вы ей нравитесь, причём это может быть, знаете, пересечение где-то связанное, ну, с какими вот, с финансовыми вложениями. Это может быть даже та же продавщица в магазине, это может быть парикмахер. Это может быть, ну, я не знаю, везде, то есть где вы расплачиваетесь, хоть и в автобусе, там, я не знаю, кондуктор, да. Ну, то есть вы пересекаетесь, она в лицо вас знает, но, в принципе, вы с ней не знакомы. Но вот она, как будто, знаете, впервые, любовь с первого взгляда, вот она вас увидела какой-то период назад и просто влюбилась, вот как девчонка. Она не подходит, она не знает, понимаете, вот она не решается сделать никаких шагов, потому что она, во-первых, не знает, есть ли у вас кто-то, либо нет. Ну, ну, влюбился человек, да. Вот она думает, что у вас кто-то есть, а вдруг кто-то есть, да. Вот она не знает, что ей делать, как быть, она очень хочет с вами познакомиться. Вот вы реально сводите с ума, вот бывает, знаете, вот и мужчин такое бывает, вот переклинит, влюбился, да, и все, даже пусть во внешность, но влюбился. Давайте-ка посмотрим, будет ли что-то у вас с этой женщиной вообще, будет ли она что-то делать, как-то маякнет, может быть, вам. У вас женщин, я не знаю, вот, ребят, ну реально, у вас, посмотрите, у вас должно быть полно женщин, просто нужно открыть глаза, а вы посмотрите, а вы полностью погрузились в воспоминания и страдания бывшей. У вас претенденток полно, просто нужно открыть глаза, вот, а вы себя, вы себя оградили, получается, знаете, вот как будто, вас посадить в клетку и вокруг вас, вот, ходят вот эти все дамочки, а вы сидите и в такой, знаете, вот, мнимой клетке никого к себе не подпускаете. Она бы очень хотела, вот, я вам скажу, даже не только одна, но сейчас расклад немного не об этом, вот есть и другие еще, ну парочка точно женщин, которые хотели бы с вами поближе познакомиться, даже зароманить, вот, вступить в отношения, просто они не решаются. Вот, женщины по большинстве своем, они считают, что мужчина должен делать первый шаг, а уже как дама, она принимает, либо не принимает мужчину. Вот, она как-то не решается, потому что не знает вашего статуса, она не знает, есть у вас кто-то, нету. Ну, потому что по факту вы с ней не знакомы, да, где-то так, в лицо, может быть, здрасте, до свидания, но не более, вы не знакомы. Так, будет ли она что-то делать? Вот, как будто она еще, как следит за вами, вот, следит. Вот, ждет она, все-таки, знаете, вот, она ждет от вас шага, вот, она хочет, чтобы вы ее заметили. Вот, вот, вы пересекаетесь с ней, вот, она балдеет от вас, но шага, опять же, ждет вашего. Вот, ей очень хочется, чтобы уже, ну, быстрее вы ее заметили, да, ну, быстрее, ну, заметь, вот, заметь меня, заметь. Вот, она может и ночами не спать, и думать о вас, ну, влюбился человек. Давайте-ка посмотрим, заметите вы все-таки ее или нет. Так. Вот, вот, еще какой-то период вы будете горевать, вам будет недоотношение, ну, вы посмотрите, у вас такие энергии, что вы вообще себя на паузу, что ли, хотите поставить, и вообще всех женщин. Вот, вы ее заметите, вот, вы заметите, но это через какое-то время. Вы заметите ее, вы сделаете все-таки первый шаг. Причем это будет первый шаг, вот, что-то связано опять, либо же с деньгами, да, вот, ну, скорее всего, вот, я так думаю, что вот, если это связано с деньгами, да, может быть, вы придете к ней в очередной раз, да, там, либо же в тот же магазин, в ту же парикмахерскую, либо еще что вы там, где оплачиваете. Это может быть масса мест, то, что связано с деньгами. И все-таки вы ее заметите, заметите вот именно ее красоту, вы заметите то, что она интересуется вами. Именно вот вы заметите ее, вот эти вот маленькие знаки, которые обычно женщины подают мужчинам. Ну, знаете, вот элементарные знаки. То она улыбнется, то глазки строит, да, то, может быть, вопросы разные наводящие задает. Ну, то есть вы заметите, наконец-то, ее намеки, и уже вы сделаете первый шаг, который приведет вас к любви, к вашим отношениям. И, знаете, вот эта женщина будет себя чувствовать самой счастливой. Вот она настолько вот, она ждала, вот посмотрите, она ждала, причем это вот судьбоносная будет встреча. Вот она ждала этих отношений. Она так долго верила, надеялась, что вы все-таки ее заметите. Вот обычно женщины, знаете, вот они, ну, чуть ли не Богу молятся, чтобы, ну, пусть он меня заметит, да, вот, ну, пусть он заметит. Вот они так отчаянно просто мечтают о каком-то мужчине. Вот как девчонки наивные, вот порой бывают такие женщины. Потому что, ну, в принципе, и про мужчин говорят, влюбленный волк уже не хищник, так и про женщин. То есть, опять же, смотрите, не упустите свой шанс, потому что это шанс будет судьбоносный. Женщина, которая давно вас заметила, которой вы давно нравитесь, причем нравитесь очень сильно. Поэтому сделайте правильный выбор, сделайте правильные шаги, подумайте хорошенечко, кто она, и будет вам счастье. Вас ждет новая любовь, новые отношения, и новая женщина, которую вы уже свели с ума. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok